В Доме правительства сегодня вновь обсуждали проблемы долевого строительства. Ряд подрядчиков срывают сроки ввода домов в эксплуатацию. Руководители компании отвечали на еженедельном совещании правительства, когда будут созданы проблемные объекты. Подробности у Дмитрия Ковалева. Строительство этого жилого дома по проспекту 9-й Пятилетки началось более 10 лет назад. Будущие жильцы уже потеряли счет обещаниям подрядчиков. В жизни не претворились и планы сыграть новоселье осенью этого года. Теперь застройщики гарантируют, что заветные ключи дольщикам вручат уже до декабря. Сейчас в списке долгостроев стоит только один объект. Но сроки срывают и другие подрядчики. К примеру, компания «Алза» так и не сдала два жилых дома в Чебоксарах и городе «Спутники». Чтобы завершить работы, требуется немалая сумма. Около 5,5 миллионов мне нужно по ново-чебоксарску. Изыскаем возможность. До конца года все равно все необходимое сделаю, чтобы ввести эксплуатацию. Есть замечания гостронадзора, которые еще не доведены, не устранены до конца. Это благоустройство. Второй слой асфальт еще не уложили мы. Чуть осталось венфосад выполнить. И внутри автоматика пожаротушения в Чебоксарах завершает строительство 11 позиций. И по 11 позиций у нас осталось для 100% завершения, для устранения всех замечаний гостронадзора, это пуск газа и пуск воды. Застройщик обещает, что жилые дома будут введены в строй до конца этого года. Средства вы привлекли, у вас другого варианта нет, Сергей Викторович. Найти партнера, кого-то вовлечь, третье, четвертое лицо. На каких условиях договариваются, это уже ваши возможности. Мы людей в беде один на один никогда не оставляли. Всего же в республике ведется долевое строительство 138 объектов. Количество заключенных договоров превышает 10 тысяч. В целом, если я озвучу цифры, привлеченные нашими подрядными организациями, предпринимателями, которые работают в строительстве, 34 миллиарда рублей. Конечно, это огромные средства. Это средства третьих лиц. Поэтому обращаю внимание еще раз, хотя я говорил, к этим средствам очень нужно бережно относиться. Все эти отношения должны строиться на заключенных договорах, чтобы были обязательства сторон. Мы постоянно это отслеживаем, мониторим, встречаем с строительными организациями. В Минстрое республики проводят и внеплановые проверки проблемных объектов. В Минстрое МЧУАРШ осуществляется контроль за целевыми использованием строящих денежных средств. В рамках осуществления регионального государственного надзора власти долевого строительства за истекутый период 2017 года проведены три внеплановые выездные проверки. 222 – две камеральные проверки отчетности застройщиков. По итогам проведенных проверок возбуждено и рассмотрено 27 административных правонарушений. В ближайшее время по поручению президента страны Владимира Путина правительство и Центробанк подготовят план мероприятий по замещению долевого строительства проектным финансированием. А это значит, что на рынке будут продаваться только готовые квартиры. Риск появления обманутых дольщиков сведется к нулю. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Республика. Республика.